Всем привет! С вами Ирина и у нас с вами уже ставшая постоянной рубрика «Разговоры за вышивкой». Сегодня я решила ответить на вопросы тега «вышивальная диета или одержимость?». Автор данного тега – «Crostich Vifluda». Тег мне понравился, вопросы достаточно актуальные для меня, и поэтому я решила на него ответить. И давайте уже приступим. Первый вопрос. Планируете ли вы вышивальную диету? Насколько и когда? Какая максимальная сумма трат в месяц? Сказать, что я четко планирую, что я сяду на вышивальную диету, я не могу сказать. Но ограничить себя в покупке я все-таки считаю нужным, потому что количество наборов у меня растет. И пусть оно сейчас растет медленнее, но их все равно прибавляется гораздо больше, чем я отшиваю. Так как у меня сейчас грядут праздники, сначала день рождения, потом Новый год, вряд ли не получится ограничить себя в покупке наборов, но потом, наверное, я уже буду себя сдерживать. По поводу, насколько, ну, наверное, хотя бы настолько, что пока не отошью половину своих запасов. Когда уже поредеют мои запасы, я пойму, что отшила я достаточно много, и можно уже начинать закупаться заново, я начну закупаться. По поводу максимальной суммы трат в месяц, ну, я вам честно сказать могу, что в основном максимум, сколько я могу потратить на вышивку, ну, не в месяц, а вообще за раз, это три тысячи рублей. Больше это с большим-большим трудом. И то три тысячи и плюс маленький хвостик, это в основном наборы Dimensions. Так, больше двух тысяч, ну, мне уже как-то с трудом всё это дело идёт, если только я чего-то очень захочу. Вы не представляете, с каким трудом мне далась покупка материалов на мою миробилию будущую, потому что русалка Ренессанса, она достаточно дорогая, и если перевести на русские деньги, то всё вместе будет стоить около четырёх тысяч рублей. Поэтому покупала я это всё постепенно в разных магазинах, чтобы не заметить больших затрат. Но вот две тысячи, наверное, вот сейчас это самое разумное, максимум. Но у меня бывают месяца, когда я, в принципе, ничего не покупаю, а вот в этом месяце я очень много всего купила. Если подытожить, на вышивальную диету мы садимся после Нового года, на срок до того, как мы вышьем хотя бы половину наборов. И так как у нас вышивальная диета не строгая, то максимальная сумма покупок – это две тысячи рублей. Так, далее. Второй вопрос. Вы коллекционируете наборы схемы или покупаете, чтобы строго вышить? Я честно отвечу, я покупаю, чтобы строго вышить. Никаких коллекций. Я всё хочу вышить просто, чтобы оно у меня лежало, и я на это смотрела, как на картинку. Мне это неинтересно, потому что если мне надо будет картинка, я спокойно могу распечатать её на принтере, повесить себе и смотреть, любоваться. Мне картинка за две-три тысячи совершенно неинтересна, поэтому я хочу это вышить. Я рукодельница, я вышивальщица, и меня интересует именно вышивка. Когда я смотрю на свои запасы, я всё время думаю, сколько же лет мне понадобится на то, чтобы отшить все наборы. Много, но я не планирую забрасывать своё хобби, я планирую вышивать, вышивать и вышивать. Поэтому я не коллекционер, я вышивальщица. Я не осуждаю никого, не осуждаю тех, кто коллекционирует. Просто мне хочется вышить все наборы, которые я купила. Вот. У вас есть подруги по цеху, вышивальные подруги? И есть ли подруги вне вышивки? Конечно, есть подруги вне вышивки, которые знают, что я занимаюсь вышивкой. Вы даже, наверное, знают, что я веду видеоблог, спокойно к этому относятся. И у меня много подружек по цеху, вышивальных подружек. Хотя бы взять моих псковских девчонок. У нас в диалоге 27 человек. Вот можете считать. У меня как минимум 27 вышивальных подружек. Ну и есть девочки, с которыми я познакомилась на Ютубе. И которых я тоже считаю своими вышивальными подружками. Которых я некоторых девочек знаю лично. В общем, да. У меня... Спасибо Ютубу и Инстаграму, который дал мне вышивальных подруг. И причем не только на Ютубе. Потому что благодаря именно Ютубу я познакомилась со своими псковскими вышивальщицами. Путь к моим псковским вышивальщицам у меня был длинным. Так как я познакомилась с ними благодаря Ютубу. Я сначала познакомилась с Настей. Она тоже видеоблогер. А потом она меня уже познакомила с девочками. Поэтому да. Вышивальные подруги есть. И подруги вне вышивки тоже. Перестанете ли вы общаться с ними на время диеты? Но если мы планируем сесть на вышивальную диету, то, конечно же, стоило бы перестать. Потому что у нас в диалоге постоянно идут какие-то закупки. Кто-то на что-то подписывается. Кто-то что-то покупает. Но нет. Я, конечно же, не перестану. Потому что девчонки вошли в мою жизнь уже. Я, если даже не пишу в чате в нашем ничего, то я читаю все сообщения, которые они пишут. У меня в каждый вечер есть ритуал почитать их сообщения, поделиться какой-то информацией. Я достаточно стойкая девушка. И если я пойму, что мне это не надо, там какая-то схема или же что-то из тканей, ниток, я не буду. Это покупать... Вот девчонки знают. Я вот, например, из закупок покупаю 2-3 ткани, когда девчонки покупают по 5-6. Мне тяжело, конечно, но я держусь. И ни с кем из-за таких вещей общаться не перестану. Тем более мы же определили, что у нас диета не строгая, так как есть максимальная сумма в месяц, которую мы можем тратить на вышивку. Поэтому почему бы и нет? Почему бы и не прикупить себе чего-нибудь? А с девчонками это, знаете, не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Так и я со своими девочками никогда не расстанусь уже. Цель вашей диеты – купить что-нибудь для себя и своей семьи или сократить ненормальное количество наборов схем для вышивки? Я, в принципе, отвечая на предыдущие вопросы, ответила на этот вопрос. Первый вопрос – это сократить количество наборов. Потому что я не могу сказать, что я трачу те деньги на вышивку, которые я могла бы потратить что-то на себя. Я всегда оставляю и на себя, и на вышивку. Никогда не потрачу, если мне надо там купить кофту или сапоги, а я куплю вышивку. Такого точно не будет. Я всегда обдумаю. А вот количество наборов уменьшить – это было бы очень даже неплохо. Пойдут ли аксессуары и недостающие нитки в вашу диету? Но опять-таки, так как есть траты максимальные на вышивку, значит, диета не строгая. Поэтому ниточки можно покупать. Почему бы и нет? Особенно если я захочу вышить какую-нибудь схему авторскую или из журнала, а ниток у меня этих не будет, то терпеть и ждать я не буду. Я обязательно куплю. А по поводу аксессуаров? Ну, если вы смотрите мой канал, вы знаете, что я аксессуары не сильно покупаю. У меня в основном магниты, но магнитов у меня уже много достаточно. Ножнички. Ножнички я купила совсем недавно. Поэтому я не могу сказать, что я очень падкая на аксессуары. Так что, если мне что-то понравится из аксессуаров или не буду доставать ниток, я обязательно куплю это, если сяду на диету после Нового года. Следующий вопрос достаточно интересный. Что провоцирует ваши траты YouTube, подруги, Instagram, ВКонтакте, форумы и другие соцсети? И как вы подходите к покупкам? Обдуманно или спонтанно? Первое. Вот все из перечисленного, ну, кроме форумов и других соцсетей, потому что кроме ВК и Instagram и YouTube я нигде не сижу. Вот все, оно провоцирует мои покупки, потому что где-то посмотришь на YouTube, очень красивый обзор. Придешь на встречу вышивальщиц, там тебе покажут отшивы, и ты поймешь, что тебе нужен этот набор, как было, например, с викторианским шармом у меня. Инстаграм, как было с деревенькой у озера и с той же рождественской деревенькой ВКонтакте. Ну, ВКонтакте, наверное, меньше, но иногда бывает. Ну, ВКонтакте провоцирует чем? Тем, что у меня, я сижу в чате, у нас в чате с девочками псковскими есть, и там тоже какую-нибудь закупочку организуют наши активистки. И тем самым ты туда тоже подписываешься. Ну, а то, что касается покупок, обдуманно или спонтанно, это всегда обдуманно. Я очень часто, когда мне какой-то набор понравится, в интернет-магазин добавляю это в избранные товары и обдумываю покупку. Достаточно долго могу обдумывать, могу обдумывать месяц, могу обдумывать два, могу обдумывать три. И если желание не пропало, то я покупаю этот набор. Бывает, пропадает. Бывает, некоторые наборы отваливаются и уходят. То есть я их не покупаю и удаляю из списка избранного. Спонтанные, спонтанные покупки, конечно же, бывают. И были они в основном в начале моего вышивального пути. Сейчас в спонтанных покупках все меньше и меньше. В основном это обдуманные покупки. Так, следующий вопрос. У вас есть список желаний с товарами для вышивки? Или вы отслеживаете что-то на сайтах? Вот так, чтобы сесть и составить список желаний, такого у меня нет. Нет, нигде на листике не записано. Вконтакте тоже альбома нет, хотя планирую его создать. А то, что касается отслеживания на сайтах, ну, я вам говорила, то, что я добавляю в список избранных, например, даже какого-то товара нет на сайте, но я его нахожу, добавляю в избранное и всегда вижу, появился он или нет в наличии. И как появляется, тоже покупаю. Наверное, я ответила на данный вопрос. Так, ну, давайте посмотрим, что у нас далее. Были ли у вас разногласия, споры с подругами, супругами по поводу вышивки? Нет, такого никогда не было. Разногласий я не помню. Я вообще, в принципе, не конфликтный человек. Я ни с кем не ругаюсь ни на ютубе, ни в инстаграме. И разногласий у нас никаких нет по поводу вышивок. Супругов у меня нет. А мама меня всячески поддерживает в моем увлечении. Собираете ли вы нитки просто так? Было ли у вас такое? Заходите в магазин с отделом для вышивки, и вас автоматически тянет что-нибудь купить. Если вы ничего не купили, чувствуете ли вы себя плохо из-за этого? Нитки, ну, можно сказать, что, в принципе, собираю, но в основном я покупаю все свои нитки DMC, например, я покупаю под какие-то процессы. Раньше, да, раньше я собирала, у меня есть некоторая коллекция ниточек гаммы и ПМК имени Кирова. Я, если честно, не совсем знаю, что с ними делать. Я даже как-то показывала, как я разбирала коробку, и там были эти нитки. Старое-старое мое видео, и вставлю ссылочку внизу, чтобы вы посмотрели, может быть, поймете масштабы бедствия. А так нет, так я покупаю под конкретные процессы. Ну и, в принципе, DMC, неизвестно, сколько оно будет стоить далее. И неплохо иметь его в запасах, всегда пригодится, тем более, даже если мы берем авторские схемы, цветов там обычно бывает много, а само количество ниток, затраты ниток, они не такие большие, и моточки остаются. То, что касается обязательных покупок в рукодельных магазинах, нет. Я спокойно захожу в рукодельные магазины, и отделы в магазинах больше, там, например, в одном торговом центре есть отдел маленький, посвященный рукоделию. Нет такого, чтобы надо что-то взять и купить, и я потом хожу расстроена, и такого никогда не было у меня, я спокойно из них выхожу. Маниакальной такой одержимости к покупкам все-таки, наверное, у меня нет. Так, если у вас полная палитра ниток, DMC, Ancora и других, которые вы, возможно, никогда полностью не используете в своей жизни, вы уже обзавелись бутылками для сбора остатков ниток. Я сказала уже в ответе на предыдущий вопрос, что у меня есть нитки Гамма и ПМК и Мини Кирова, ну, не полная коллекция, и не факт, что я ею когда-нибудь воспользуюсь. Ну, а если говорить о полных коллекциях, то нет, я еще пока не собрала. Далее. Если бы вам дали 500 долларов подарочного сертификата в магазине вышивки, как быстро бы вы их потратили и на что? О, если бы мне сказали, Ира, вот тебе 500 долларов трать, как хочешь, ну, я бы быстро их потратила. Мне кажется, любой вышивальщица, да и в руки энное количество денег, она найдет их на что потратить, так как это тебе деньги подарили, и подарили именно на вышивку, и сдерживать себя не надо. Ну, на все можно потратить, на нитки, наборы, схемы, все, что будет доступно, и все, что ты давно хотел и думал, покупать или нет, можно будет купить сразу. Тем более 500 долларов, по мне, так это просто большая сумма для меня, лично для меня достаточно большая, да не достаточно, она реально большая сумма. Я бы с удовольствием потратила такие деньги, правда, не знаю, что бы я потом сделала с этим количеством рукодельных принадлежностей, рукодельных вкусняшек, потому что я, наверное, просто в горе лежала. Так, ну, давайте дальше. Какой процент вашей норы, запасов у вас отшито? Ой, совсем маленький. Ну, если смотреть, сколько я наборов отшиваю в год, ну, вот в этом году я отшила 5 работ, ну, это даже, мне кажется, 10% не отшито. Не знаю, я с математикой давно уже не общаюсь, но очень маленький процент. Наборов у меня явно больше, чем я отшиваю работ, намного больше, в разы просто. Так, просыпаетесь ли вы ночью и проверяете ли телефон? Возможно, вам кто-то написал или спросил по поводу вышивки. Нет, ночью я не просыпаюсь, а вот утром у меня ритуал. Я всегда смотрю, кто мне что написал, написал ли, лайкнули ли. Ну, вот, да, бывает. Но чтобы вот так вот аж прям ночью мне не спалось. Нет, ночью я сплю крепко, и мне даже не снится вышивка. Мне, наверное, даже за всю мою вышивальную карьеру ни разу не снилось, что я что-то вышиваю. Я делаю всё, что угодно. Рожаю детей, выхожу замуж, путешествую, но никогда не вышиваю. Вот как-то так. Так, чувствуете ли вы себя плохо, если вы не вышивали один-два дня? Становитесь ли вы злой, злым, если что-то пошло не так и приходится пороть? Срываетесь ли вы на близких из-за этого? Первое. Плохо я себя не чувствую, когда не вышиваю один-два дня. Я могу и дольше не вышивать. Если жизненные обстоятельства так складываются, я могу не вышивать. И обычно, если я не вышиваю, значит, я занята чем-то важным или интересным, что может мне заменить вышивку. Либо я где-то в поездках путешествую, мне некогда повышивать, хотя я стараюсь брать с собой вышивку. Либо у меня какие-то серьёзные дела и вопросы, которые я решаю. Но злой не становлюсь. Когда мне приходится пороть, я могу стать грустной. Или просто сказать себе, были бы мозги, было бы сотрясение, распороть тихонечко всё и вышить заново. Ну и тем более, я никогда не срываюсь на близких. Близкие-то тут при чём? Это ж я там накосячила где-то, недосчиталась, просчиталась, недосмотрела. Цвет не тот взяла. Близкие здесь ни при чём. Нет, я из-за таких пустяков, я считаю, на близких не срываюсь. Вы предпочитаете провести время с вашими друзьями, супругом-супругой в вышивке? Переживаете, что долго задерживаетесь с ними? Ну, нет, друзья это друзья. И в основном я провожу мои друзья в жизни, мало кто занимается вышивкой. Ну, то есть только мои рукодельные подруги, с которыми мы встречаемся крайне редко. И никогда не переживаю то, что я не вышиваю, когда нахожусь с друзьями. А когда я езжу к маме, я спокойно могу сидеть с мамой на диване, мама сидит в кресле, и мы с ней разговариваем, а я в это время вышиваю. Мне мама бывает периодически говорит, ну, покажи, что ты вышила. Так что иногда я могу даже совместить приятное с полезным. Но я всегда разделяла вышивка. Вышивка это увлечение, вышивка это то, что ты делаешь в свободное время. А друзья, ну, я их очень редко вижу, потому что у всех своя жизнь, и общение с ними мне ценное, а повышевать я могу каждый день. Нет ничего плохого, что я когда-то там пообщалась с друзьями, а не держала вышивку. Ну, а если есть возможность совместить, то почему бы и нет? Можно и повышевать, и провести вместе вечер. На этом вопросы тега закончились. Посмотрим, конечно, насколько я буду сдерживать, но я говорю, диета-то не строгая, поэтому мы, может быть, и сильно сдерживаться-то не будем. А так вот просто заглядывая вперед, когда я сейчас думаю, у меня просто скоро день рождения, я выбираю себе подарок к дню рождения. И когда я задумываюсь, что же я хочу, но у меня в голове всплывает пока что один набор, это я хочу глицинью от Риолис, и, возможно, еще один наборчик от Дименшинс. Все, это все, что я хочу, потому что все остальное я уже купила. И надеюсь, что моя рукодельная диета, вышивальная диета, все-таки сложится даже не потому, что я этого так сильно хочу, а потому что я реально купила все то, что безумно хотела. Вот, на этом я заканчиваю свое видео. Наша рубрика «Разговоры за вышивкой» тоже подходит к концу. Я вам желаю легких крестиков и желаю того количества наборов, которого вы хотите. Если вы хотите коллекционировать, то коллекционируйте. Если вы хотите сидеть на вышивальной диете, то сидите. Это дело добровольное. И я вам желаю всего самого наилучшего. Всех люблю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok